Мои хорошие друзья, я решила сегодня снять еще одну болталку, потому что опять пошли вопросы от разных наших зрителей. Я их объединила в одну. Юлия Пешкова, одна наша зрительница, милая молодая женщина, задала мне вопрос. Брак между русской и армянином? Вы знаете, я в этом не вижу ничего экстраординарного. Мы, и мы русские, и мы христиане, причем, в общем-то, оба в ортодоксальной, так сказать, вот этой ветке. Ну, там чуть-чуть небольшие у нас различия, но, в общем-то, мы приблизительно, в общем-то, похожи. Не забывайте, что мы все жили в Советском Союзе, то есть это было одно большое государство. Здесь, в Армении, очень много русских живет, очень многие вышли замуж за армян. Даже я знаю, вот армянки, моя тетя вышла замуж за русского, вот Анушкина подружка вышла замуж за русского. То есть вот эти сочетания, они совершенно нормальные, очень гармоничные, очень хорошие. Так что боятся ж чего-то. Армяне очень гостеприимный народ, добрый народ. Ну, вы знаете, плохие люди, они везде встречаются, а что их в России нет. Или там еще где-то, так не бывает. Знаете, хорошее, плохое, оно везде присутствует. Самое главное, чтобы человек, которого вы выбрали, за которого вы хотите выйти замуж, чтобы он умел вас оберегать, вот, скажем, от таких попыток не очень хороших людей как-то на вас воздействовать. Вот если он сможет, и в конце концов моя мама приехала сюда из Москвы. Она не русская, конечно, но это не имеет значения. Она москвичка, она приехала сюда, и вот мой папа, он всю жизнь был ее рыцарем, так сказать, защитником, рыцарем, телохранителем, да что хотите. Вот, так что, потом, вы знаете, это, тут есть такой момент. Не важно, куда вы едете, да, с кем у вас брак, надо запомнить одно очень важное правило. В Риме, как римляне, и в Тулу со своим самоваром ехать не надо. Свои какие-то обычаи и традиции засуньте подальше в какой-нибудь чулан, пыль сдувайте с них и радуйтесь. Вот вы приехали в чужую страну, значит, соответственно, надо жить в соответствии с канонами, с традициями этой страны. Вот если вы научитесь, это касается всех, не только там армяне, русские, или там белорусы, литовцы, или там, я не знаю, грузины, молдаване. Это не важно, это не важно. Любое сочетание, оно чего требует? Вот женщина приехала куда-то, да, или мужчина приехал куда-то, значит, надо чтить и уважать законы этой страны. Обязательно. Потому что если вы начнете выступать, если вы начнете права качать, если вы будете сравнивать, а вот у нас вот так, а вот это у вас вот не так, а уж, не дай бог, еще такая гримаса пойдет, какая-то брезгливая, ну, извините, конечно, уже тут к вам начнут относиться, я бы сказал, мягко говоря, не по-доброму, да. И обязательно в вас найдут кучу недостатков, которые не применят сунуть вам в глаз. Это сделает любой представитель любого народа. То есть, если вы попытаетесь, так сказать, на какие-то больные места наступать, указывать вот так, что вот это не так, это вот так, это не так. Такие вещи делать ни в коем случае нельзя. Если вы хотите, а уж тем более в такой традиционной стране, как Армении, вообще весь Кавказ, не только армяне, это и грузины, это и весь Северный Кавказ, вообще Кавказ такой, да, вот понятие. Если вы только начнете вот на что-то там указывать и не будете подчиняться местным традициям и обычаям, ну, конечно, у вас жизнь будет далеко не шоколадная. Во всем остальном армяне живут очень цивилизованно, очень нормально. Ну, традиции обычая обычно соблюдаются. Это свадьбы, это похороны, это какие-то там праздники, ну, что-то такое. То есть, все остальное, в принципе, мы очень даже по-европейски живем, да, никаких особых таких различий нет. Ну, потом, вы знаете, это еще немножко зависит от уровня цивилизованности данной семьи, то есть, насколько интеллигентна эта семья. В интеллигентных семьях, так сказать, в городской среде, вы практически не увидите никакой разницы между, скажем, вот Европой или Россией, или там, вот Арменией, то есть, там такой разницы нет. Ну, если вы попадете в деревню, то, конечно, там они живут по несколько иным канонам. Ну, любите человека, значит, надо принять эти каноны, я так понимаю. Я говорю, еще раз оговорюсь, это касается любой страны, любой национальности. Так что, флаг вам в руки, давайте сюда, в Армении, будем встречаться, ничего здесь страшного нет, не надо пугаться, совершенно нормальная страна с добрыми. И самое главное, у армяне люди с большим чувством юмора, что делает нам большой плюс, дает нам этот большой плюс. И, в общем-то, с нами можно всегда договориться. Вот, но не надо, что я могу посоветовать, не надо открыто никого и ничего критиковать. С людьми быть максимально доброжелательными, таким вот, приветливыми, но от души. Потому что, например, наши бабы здесь, они очень четко чувствуют, вы искренни или так, просто льстивы, или там как-то искусственно улыбаетесь. Нет. Вот, если они почувствуют в вас такую душу хорошую, теплую, я вас уверяю, вас на руках будут носить. Абсолютно четко. Так что, если бы здесь было плохо, столько русских, вообще людей другой национальности, сюда не приезжали бы и не жили здесь, и замуж не выходили бы. Так что, давайте, дерзайте и добро пожаловать к нам в Армению. Не надо ничего и никого бояться. Образование тогда и сейчас, что плохо и что хорошо там и тут. Ну, тогда и сейчас, наверное, речь идет все-таки о советском образовании. Но ни для кого не секрет, что тогда было блестящее у нас у всех образование, блестящие школьные программы. Их нельзя было трогать, нельзя было вот так варварски уничтожать, как это сделали сейчас везде на территории бывшего СССР, вот везде это изуродовали. Надо было просто определенные тексты там про Ленина, про революционера, про что-то убрать, да? Заменить их на другие тексты. Там на нойце математика, физика, химия, да? Что там надо было менять? Зачем изуродовали учебники? Зачем поддались этому искушению следовать какой-то непонятной европейской системе образования, которая, извините, никакого образования не дает в реальности? Один только снобизм, один только непонятный гонор, непонятно на чем зиждется он этот гонор. И вы знаете, очень смешно смотреть на людей, которые отсюда уехали туда, такие вот сопляки. Мама с папой денежки не пожалели, так сказать, дитя там получила образование. И вдруг смотришь, приезжает уже с таким видом, уже прямо вот этот гонор с носа капает. А так копнешь, поговоришь, а там пустота, бездна абсолютная. Один гонор. Единственное, что они переняли в этих странах европейских, вот это такое высокомерие, да, вот такой какой-то снобизм. Там ничего хорошего в системе образования нет. Так что я, например, категорически против облегчения программ. Я категорически против вот этой ложной жалости к детям. Ах, не надо их мозги, так сказать, засорять, не надо утяжелять программы. Их жалко, ничего их не жалко. Мозг ребенка как губка хорошая, сколько дашь, только возьмет. И они от этого не устают. Они устают от безделья. Они потом не знают, куда себя девать. А потом мы удивляемся. Ой, наркоман, ой, хулиган, ой, там еще что-то. Так извините, если бы он сидел и занимался делом по-настоящему, и учился бы по-настоящему, у него просто времени не было бы на такие глупости. А если у тебя мозги свободны, так сказать, от знаний, но их чем-то надо заполнить, ну, туда сразу, значит, дым из кальянов, наркотики, там, выпивка, там, шлендры-млендры. И вот и все, собственно говоря. Такие облегченные дети у нас растут. Благо еще есть семьи, где люди по-умному сохранили старые учебники, и с детьми дома занимаются. Вот есть такие люди. И мы у нас в семье тоже так делали. И сейчас Аннушек также продолжает рубашку, так сказать, образовывать по другим учебникам. И потом, что это такое? В одной школе одни учебники, в другой школе другие учебники. Это что такое? То есть, фактически, вот, выпускники этих школ завтра должны поступать в институт. У одного нулевые знания, у другого, так, более-менее, скажем, еще ничего. И что? Вот что дальше? Должна быть в государстве одна единая система образования. Одни и те же учебники. А не то, что вот захотела тут англичанка, ну, в смысле учительница английского. Давай-ка я в третьем классе детям дам вот это пособие Кембриджа, разговорник, грубо говоря, для отъезжающих там в страну туристов. В третьем классе вот так смотришь на эту книгу, думаешь, мать честная, это же какой шизофреничкой надо быть, чтобы такую вещь сделать. А ведь существуют прекрасные учебники, и Скульта, и Верещагина, и так далее, и так далее. Прекрасные учебники, которые нормально позволяют детям изучать английский язык. И не только английский, у нас был прекрасный Бархудар, учебник русского языка. Ну, то есть, были замечательные учебники. Почему надо было это все уничтожать? Я этого никогда не пойму, честно говоря. Я сторонник такого. Понимаете, а у них что сейчас плохо? Они образование уронили до уровня развлекаловки. Вот такое ощущение, когда-то ребенок в цирк пришел и просто развлекается. Ну, сейчас клоун выйдет в образе учителя, там, посмешит меня. Или там еще что-то такое. Слушайте, нет, школа – это не детский сад. Школа – это не ясли. Школа – это уже ступенька во взрослую жизнь. Ты же всю жизнь не будешь играть в цирк-цирк. Тебе в жизни надо будет серьезно работать. А люди, которые с молодых ногтей не приучены к труду, не приучены к тому, что надо, извините, задницу приклеить к стулу и сидеть заниматься, вот как эти люди потом институт кончать будут, как они потом работать будут. Ведь эти навыки, они же с детства прививаются. Ну, вот, это мое мнение. Дальше пошел вопрос. Бросил любимый человек, как это пережить и справиться? Вы знаете, я, конечно, понимаю вашу боль. Я не буду называть, так сказать, автора вопросов. Я могу понять эту боль. Я многое сама пережила, так сказать, в этой области. И ударов много съела. Так что я понимаю, что такое, когда тебя бросает любимый человек. Это, конечно, очень большая боль. Но, поверьте мне, ничто на свете не стоит того, чтобы терять из-за этого здоровье. Вот, поверьте мне. Я не знаю, сколько вам лет, кто мне прислал этот вопрос. Но я думаю, что в любом возрасте, во-первых, надо себя уважать. Если этот человек не хочет быть с вами, так там и быть. Насильно мил не будешь. Вот это очень хорошая такая старая поговорка. Действительно, насильно мил не будешь. Либо этот человек был с вами, грубо говоря, похоть в нем взыграла. Захотел там время провести, потом надоело ушел. Либо он встретил другую женщину, которая оказалась для него действительно, скажем, его судьбой. Либо он просто малопорядочный человек, который просто так, грубо говоря, к вам присосался. Может быть, из каких-то материальных соображений, может еще и чего-то. Может, ему просто было удобно. Кстати, есть такой психотип мужчин, который любит женщину, особенно постарше, женщина-мама. Есть такие. Вот есть мужчины-отцы, которые любят маленьких девочек. А есть мужики, которые любят взрослых женщин, женщина-мама. Такие тоже есть. Вот они, так сказать, присасываются к такой мамочке, а потом им это надоедает в какой-то момент. Или где-то, знаете, чисто меркантильно. Вот им удобно с вами. Понимаете? Вы его любите, вы его обхаживаете, облизываете, так сказать, пылинки с него сдуваете. Это ему льстит. Так что по-настоящему любящий мужчина, который действительно любит, он не уйдет. А если мужчина на другую женщину посмотрел, а уж если он еще с ней, так сказать, связался, значит, он вас не любит. Просто не любит. И вы знаете, всякие разговоры в пользу бедных, об уважении, там, о каких-то таких высоких материях, они ничего не стоят. Потому что, в конце концов, жизнь доказывает, что любовь берет верх. Понимаете? Вот любовь берет верх. Как бы ты с человеком ни жил, ни был с ним из самых даже добрых побуждений, все равно наступает момент, когда ты вот встречаешь человека, который вдруг оказывается твоей судьбой. Так элементарно. Так элементарно. И отказать ты себе в этом не только не можешь, но и не хочешь. Просто не хочешь. Так что если вот так мужчина ушел, мой вам добрый совет. Вот отплакали свое и отложили, пошли умылись и отложили в сторону. Готовьте себя к встрече с новым человеком. Мне кажется, это наилучший выход из положения. А в промежутке, так сказать, можно и делом заняться. Углубиться в свою работу, в детей, во внуков, я не знаю, в хобби любимое, в конце концов. То есть чем-то себя занять. Вот это очень помогает пережить. Потому что да, я понимаю, это очень больно. Это очень обидно. Тем более, если ты к человеку всей душой, а он вдруг так раз. Причем вот вопрос поставлен, любимый человек, не любящий, а любимый. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если вы кого-то любите, это не значит, что он вас любит. Я еще раз повторяю. Он просто с вами может быть, потому что ему так удобно. Вообще, мужики приспособленцы, вы знаете, как это не печально. Вот пусть никто на меня измущен не обижается. Но мужики, по сути своей, они больше приспособленцы. Они любят жить удобно, комфортно, чтобы их обхаживали. Они достаточно ленивы. Вот им так удобно, они, так сказать, пригрелись где-то. Вот так вот, и все, их любят, и полный кайф. Вот они свое получают и в постели, и на кухне, и там еще где-то. Ну и хорошо. Но нет у них к вам большой любви. Нету. Если вы любите, он, возможно, и нет. Он просто вас может уважать, жалеть, кстати сказать. Очень часто бывает чувство жалости. Ну, по-всякому бывает. Потому что если человек действительно любит, речь идет о мужчинах, он никогда такого не сделает, конечно. Никогда. Так что вот, как пережить и справиться, я говорю, погрузитесь в какое-нибудь хобби, в свою работу, в детей там. Чем-то займите себя. Это очень важно. Чтобы голова, руки, ноги, чтобы все было занято. Причем так активно занято. Потому что вот так вот сидеть и думать, и плакать, это, знаете, себя не уважать, себя не жалеть. И делайте себя инвалида. А потом подумайте, кому вы будете нужны в образе такого инвалида. Могла бы ли я быть парикмахером? Не думаю. Хотя в далеком детстве, когда я еще была совсем маленькая, я, значит, стригла, причесывала своих кукол. Ну, наверное, это делают все девочки. Но реально я бы не смогла. Хотя я очень уважаю труд парикмахера, потому что это искусство большое. Это не просто, так сказать, махать ножницами и расческой. А это действительно ты творишь. Это большое искусство. Если ты владеешь этим искусством, я даже думаю, что можно приравнивать это к творчеству художника. У него кисть, у вас ножницы в руках. Если вы можете создать такой шедевр на голове женщины, ну так вы мастер. Я за собой, так сказать, таких качеств не вижу, я бы не смогла этим заниматься. Моя главная задача на сегодня. А я не знаю, какая у меня сейчас главная задача. У меня так много этих задач. Одна перехлестывает, другую вот так. Получается, такая плетенка из задачи. Даже не знаю. Это и вопросы личной жизни. Это и вопросы моей дочки, внука, мамы моей старенькой. Это и вопросы финансов. Это много чего, понимаете. И выделить что-то одно я не могу сейчас. Потому что это все как-то взаимосвязано, по большому счету. Я только скажу, что да, я признаю ложь во спасение. И люди, которые говорят, что они всегда только исключительно правду говорят. Я еще раз повторю, что правды как таковой не существует. Существует одна истина, где-то там наверху. Которую никто из нас, в общем-то, может и не знать. А то, что люди выдают за правду, это всего лишь их личное субъективное мнение о чем-то. Ну, я не говорю о таких бытовых ситуациях, когда говорят, ты пошел за хлебом. Да, я пошел. А на самом деле он там с какой-то машкой в подворотне целовался. Ну, я не о таких примитивных ситуациях, конечно, говорю. Но ложь во спасении, да, я это признаю. Потому что правда может убить человека. Вот вашего родного, близкого человека может просто убить. И выбирайте сами. То ли вы используете ложь во спасение, то ли вы начнете рубить правду матку, особенно больному человеку, или там, даже, вы знаете, неудачнику. Вот сказать, да, ты такой неудачник, вот у тебя все по жизни не получается, и все у тебя будет плохо. Что будет, будет еще хуже. Человек вообще опустит руки, а может наложить на себя руки, смотря какой психотип. И вы его потеряете, так сказать, и сами будете сидеть, как я уже сказала, в массе, напоминающей шоколад. Но с другим запахом. Так что, да, ложь во спасении, она по жизни необходима. Какой бы я хотела видеть Армению лет через 20? Ну, какой, конечно, процветающей, конечно, интеллигентной. Конечно, очень развитой. Я хотела бы, чтобы Армения обязательно, ну, вот чего бы я точно не хотела, я бы не хотела, чтобы Армения входила в какой-то альянс с Западом. Ни с НАТО, ни с какими другими вот этими вонючками. Потому что Запад настолько стал аморален, Запад настолько уже потерял ценности, да, человеческие какие-то, там настолько уже все извращено, опошлено, да, и истоптано, что мне совершенно не хочется, чтобы Армения, как такая преданная собачка, бежала по пятам Запада. Нам это сто лет, если не все миллион лет, нам это не надо. Мы очень самобытная нация, древнейшая нация, с мощной культурой, с хорошими мозгами, руками. То есть, эта нация должна жить по своим традициям, обычаям, и при этом, конечно, процветать. И дружить с теми, с кем надо дружить, а не облизывать Запад, несмотря на то, какая воня оттуда идет. Уже хватит, уже действительно все это надоело, все эти западные игрушки уже точно в кишках сидят. Так что вот я так вижу Армению, то есть я хотела бы ее такой видеть мощной, процветающей, умной, интеллигентной. Не чтоб всякие хабалы и хабалки, которые строят из себя современных граждан Армении, чтобы не они правили балом, а чтобы государством управляли достойные мужи, достойные, умные, образованные люди, которые могут чему-то научить свой народ, поднять общебытовой уровень. Я уже не говорю там о науке, о чем-то. Нам сейчас очень важно поднять общебытовой уровень, потому что, к сожалению, провинция, она лезет в город. Я понимаю, это везде происходит, во всем мире. Естественно, люди хотят жить слаще, лучше, удобнее, меньше работать, больше зарабатывать. Но им так только кажется, что кто живет в городе, меньше работает и больше зарабатывает. Это неправда. Я бы, например, очень хотела, чтобы поднялся бытовой прожиточный уровень у нас в районах, в деревнях, в провинциях. Потому что если вот наши эти идиоты, они не понимают, что процветание и благосостояние страны зависит от того, как живут крестьяне. Потому что если ты не можешь обеспечить свое сельское хозяйство и держать его на должном уровне, если ты не можешь обеспечить жизнь крестьян так, чтобы они не хотели уезжать из насиженных своих деревень, стремились бы оставаться на земле и работать на этой земле, но для этого должны быть нормальные условия жизни. И дороги, и медицины, и образования, и зарплаты. То есть вот первонаправо на ноги надо ставить, конечно, провинцию. Именно деревни, именно сельское хозяйство. Обязательно. Потому что город не выживет. Вы понимаете, будет трагедия. Вот, предположим, вся деревня съехалась в город. И что? Город разрушится. Город не сможет существовать без сельского хозяйства, без вот такой мощной спины и поддержки. Во всем мире сельское хозяйство – это поддержка жизни всей страны. Ты же не можешь всю жизнь у китайцев какое-то, извините, дерьмо закупать и травить этим свой народ. Не лучше ли эти деньги отдать своим крестьянам, фермерам, которые смогут поднять на ноги твое собственное прекрасное сельское хозяйство. Ну, я так думаю. Так что вот мои, так сказать, личные взгляды и надежды на будущее Армении таковы. Что пожелаю своему народу? Я пожелаю своему народу не терять мозги. И не сидеть на своих мозгах. И не пытаться прямо вот влезать в разные дырки Запада. Нам это не надо сто лет. Пусть они живут по-своему, мы должны жить по-своему. Западный образ жизни, такой модель западная, она нам не подходит. Вообще не подходит. Она близко не должна здесь присутствовать. Туда можно поехать, посмотреть, погулять и вернуться, и жить так, как ты живешь. Кстати сказать, вот мусульманские страны именно этим и выигрывают. Что они, да, ездят, смотрят, но живут они по своим законам. Вот этому у них можно поучиться. Они не пытаются постоянно под кого-то подделываться, у кого-то что-то перенимать. Никогда. Также китайцы, кстати. Вот был в прошлый раз такой вопрос о китайцах. Вот я могу сказать, что китайцы никогда ни под кого не подделываются. Они могут жить в центре Лондона, Парижа и жить по своим китайским законам. И кушать свою китайскую еду. Ни один китайец не станет кушать биштекс или там равиолит. Нет, ему это сто лет не надо. Он вполне счастлив, поедает свою собственную, кстати, очень вкусную китайскую кухню. Так что вот у таких народов вот этому как раз стоило бы поучиться. Как надо себя, любимых, уважать немножко. Свои традиции уважать, свою историю уважать. И не пытаться постоянно под кого-то подделываться. Это касается всего. Начиная с вот этих надутых губ и вот этих искусственных таких баб и кончая всем остальным. Нам это сто лет не надо. Смогла ли я бы жить в деревне? Никогда. Потому что генетически я городской человек. И, кстати, при всем моем уважении к селу, к настоящему селу, к настоящим крестьянам, я испытываю очень большое уважение. Потому что это адский труд. Адский труд. Я, наверное, когда хожу на базар, я, во-первых, стараюсь покупать продукцию исключительно у крестьян. Не у перекупщиков, а они четко видны, эти перекупщики, такие мордастые. А у крестьян, у бабулек, вот у таких старостей. И они никогда не сбиваются. Никогда. Потому что я знаю, каким трудом им это дается. И даже люди, которые имеют хотя бы дачные участки, и вот там, извините, задом кверху, носом в землю, копаются в своих огородах, они не дадут мне соврать, что работа на земле – это тяжелейшая работа. Вот даже у меня дома мой зимний сад, так сказать, вот все мои растения, их тут у меня великое множество, они требуют большого труда и ухода. Я уже не говорю о скотоводах, я уже не говорю о животноводческих вот этих хозяйствах. Это действительно тяжелейший труд. Тяжелейший труд. Так что мои нижайшие поклоны и уважения ко всем настоящим крестьянам. Но вот кого я совершенно не признаю и просто на дух не выношу, у нас, знаете, в армянском языке есть хорошее слово «боша». Боша – это человек, который не хочет работать на земле, ему все мерещится и грезятся какие-то хрустальные замки в городе, причем работать, мол, не надо и только радоваться жизни. И вот они рвутся в город, но где-то застревают наполовину. То есть он, говорит, из деревни ушел, в город не дошел. Это такие, знаете, это не крестьяне, это люди, которые бегут от тяжелого сельского труда, ну, крестьянского труда. Они хотят легко и спокойно жить. Им почему-то так сильно кажется, что жизнь в городе, она очень легкая, и можно ничего не делать и зарабатывать деньги. И вот эти люди потом и становятся в городе вот той отравой, от которой потом уже город не знает, как избавиться. Это все вот, знаете, вот эти деляги, всякие шустрые мошенники. В общем, скажем так, вот весь тот сброд, который портит город. То есть это не крестьяне. Настоящие крестьяне никогда себе такого не позволят. Никогда. Это люди, которые халявщики. Вот. Они хотят жить на халяву. Так что к таким людям у меня не может быть ни уважения, ничего. Никаких положительных чувств. А что касается, могу ли я жить в деревне, ну, не больше недели, там, 10 дней, если поехать отдохнуть. Особенно у нас деревня, где еще нет даже нормальной канализации, нормальных каких-то вот таких элементарных удобств. Это все где-то во дворе, еще, так сказать, модель Союза Аполлон. Хотя мне, поскольку мы очень много путешествовали, и мне довелось видеть самые разные туалеты разных образцовых моделей. Вот. Так что я не отношусь к категории таких, знаете, белоручек, такая вот вся брезгливая, все. Нет. Если надо, конечно, пойду и, в общем, дело не в этом. И устроюсь, и мыться буду, так сказать, в банки, кружки принимать, как мы в Благаду, собственно, принимали. Дело не в этом. Но вот образ жизни села, и вот их такая, это даже не размеренность, а просто темп жизни, да, это не мое. Я человек городской. Я люблю городской шум, городскую суету. Понимаете, вот это мое. Природу я очень, мне говорят, ну ты же так любишь природу. Ну да, любить природу, это не значит жить в деревне, кстати сказать. Это достаточно разные вещи. Так что, нет. Отвечая на вопрос, я скажу так, нет, я бы не смогла жить. Даже с очень любимым человеком, я бы предпочла, скажем, если бы это была дача. Кстати, сказать насчет дачи. Одно время я очень хотела, я даже грезила такой дачей, но сейчас уже с возрастом я поняла, что я не справлюсь просто с этим. Мне здоровье не позволит. И потом я, честно говоря, не считаю, что работа, так сказать, головой вниз, пятой точкой вверх в огороде, это большой отдых. Нет, потому что я и в городе достаточно много вкалываю, и хочется действительно вот просто отдыха, путешествий, отдыха, вот такое что-то. Ну, теперь, что пожелаю я сама себе? Ну, как любой нормальный, адекватный человек, я себе пожелаю, поскольку я все-таки женщина, я пожелаю себе прежде всего женского счастья, большого женского счастья. Правда, уже я поздновато, что называется, похватилась, но тем не менее я очень верю в судьбу, и верю в то, что человек, скажем, который мне по жизни встретиться, встретился, это уже не важно, что не обманет моих ожиданий, что, короче, подарит мне вот то женское счастье, о котором я действительно мечтаю. Я желаю себе и хотя бы небольшого, но финансового благополучия, такой какой-то хорошей стабильности, приятной стабильности, скажем так, чтобы можно было хотя бы выдохнуть спокойно и спокойно жить. Я даже не говорю о каких-то избыточных вещах. Для меня счастье, если мои дети, я имею в виду дочь и внук, будут успешными, добьются чего-то в жизни, это для меня большое счастье. Чтобы мама была жива, здорова, хотя у меня старенькая и очень сильно сдала, вот за эти полгода, очень сильно сдала. Ну, моя работа, вот мое хобби, чтобы мои зрители, наши, вернее, санушек зрители, были с нами всегда, чтобы мы всегда наслаждались вашей дружбой, вашей симпатией. Это тоже очень важно в жизни, когда ты знаешь, что кому-то ты симпатичен, кто-то тебя поддерживает, кто-то разделяет твои взгляды на жизнь. Это очень приятно. Каким я вижу будущее рубашки? Ну, вы знаете, естественно, как очень любящая бабушка, которая еще много вкладывает во внука, я вижу его будущее достаточно хорошим. Я бы хотела, чтобы он стал таким перспективным, удачливым, ну, удачливым в хорошем смысле слова, да, специалистом, чтобы у него в жизни были большие победы в выбранной профессии. Мы еще не знаем, что он себе, конечно, выберет. Но, тем не менее, чтобы он не выбрал, мы хотим, чтобы он достиг больших высот. Мозги у него есть. Ну, кто читает рубашизм, он знает, что у него мозги очень хорошо, так сказать, поточены, настроены. Он умный мальчик, добрый мальчик очень, такой рассудительный и правильный ребенок. Ну, я надеюсь, что с возрастом вот эти хорошие качества не исчезнут, наоборот, станут еще глубже. Ну, мы из него растим мужчину, такого взрослого, умного, рассудительного человека. Мы никогда с ним не сюсюкаемся, мы никогда с ним не носимся, как с писанной торбой, такой, знаете, прям вот, ангелочек в доме нет. Он мужик в доме, и мы с ним обращаемся, как с таким маленьким мужиком. Ну, а в области познаний, ну, значит, у нас так, кто успел, тот чего-то в него всунул. То есть мы постоянно его голову заполняем самыми разными знаниями, самыми разными. Ну, так что вот мои надежды такие. А потом дальше идет вопрос, с кем и кем он будет. Ну, кем он будет, я говорю, я не знаю. Знаете, как в этом возрасте он еще слишком мал, чтобы что-то для себя решить. Даже я уже в более солидном возрасте, этот восьмой, девятый, десятый класс, три раза поменяла профессию. То это хотело то, то, то другое. То есть все время какая-то у меня переориентация была профессиональная. Ну, что он выберет уже в старших классах, я не знаю. Ну, пока его интересует робототехника, там такие вещи. Ну, собственно, как всех мальчишек-то. Компьютеры, робототехника. Это дань времени, понимаете? От этого никуда не денешься. Сейчас, как правило, дети не хотят быть космонавтами. И не хотят быть там, еще какие-то такие профессии. Нет, и они так более приземленные сейчас, дети более такие, реально смотрящие на жизнь. Ну, пока это его увлечение. Он даже хочет, то есть Аннушка его записала в кружок робототехники, так что если он будет туда ходить, ну, посмотрим. Может быть, это останется, может быть, потом столько еще воды утечет, столько чего поменяется. А с кем он будет? Ой, конечно, я бы хотела, чтобы рядом с моим рубашкой была добрая, порядочная, любящая девушка. Чтобы она была такой доброй, умной, образованной, интеллигентной. Для меня очень важно, чтобы это была девочка из нашей среды. Чтобы это была девочка очень интеллигентная. Чтобы у нее было правильное, хорошее, семейно ориентированное воспитание. Это очень важно. Чтобы она не сидела целый день перед зеркалом, морду свою красила и бегала по салонам. Нет, ну, то есть она ухаживать за собой, естественно, должна, само собой. Но это не должно превращаться в культ. Да, это не должно стать самоцелью. Я бы хотела, чтобы у рубашки были двое-трое детей. Я для Аннушек тоже так мечтала, но моя мечта, как говорится, осталась у меня внутри. Не исполнилась. Ну, в общем. Так что, я бы для него хотела такую девушку. Потому что он сам очень добрый мальчик, отзывчивый и достаточно ранимый. И мне бы не хотелось, чтобы рядом была какая-то стервоза, такая, знаете, хабалка, которая будет просто вот такая мне, 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 мне. А это еще кто тронет, это тоже мне. Вот такое нам точно не надо. Это однозначно. Я очень не люблю женщин, особенно молодых, таких хищниц. Вот элочки, людоедочки такие. Такое нам не надо. Однозначно. Это должна быть нормальная, приличная, умная, образовенная, интеллигентная девочка. И вопрос тут был такой, может ли эта девушка быть старше. Нежелательно. Вот я честно говорю, совсем нежелательно. Вы знаете, год-два разница, еще ничего. Там год-два, даже три, ничего. Но я все-таки считаю, что мужчины и женщины, либо они должны быть ровесниками, либо между ними где-то год-два-три разница должна быть. Потому что я на собственной шкуре испытала, что такую жизнь с человеком, который на 20 лет старше тебя, это катастрофа. Я видела, вот, у меня тетя была замужем за человеком, который на 6, даже 7 лет был младше нее. И еще у меня есть такие вот пары перед глазами. Ничего хорошего из этого не получается. Абсолютно. Потому что мужчина, вы знаете, наступает какой-то возраст, когда мужчине хочется и тело молодое, и какая-то бойкость, активность. Женщина, ну, в силу того, что она и рожает, и дом на ней, и другое. Третья, она как-то может погаснуть, там что-то может пойти не так. Она вот занята домашним хозяйством. Для того, чтобы вот исключить такие соблазны, лучше этого не делать. Лучше, чтобы это были такие нормальные, адекватные и равные партнеры. В сексе, в браке. Потому что, ну, например, я не считаю, что когда женщина для своего мужа как мамаша, это хорошо. Ну, ты же со своей матерью в постель не ложишься, да, это уже извращение. А какая разница, это твоя мать или чужая тетка, которая тебе в матери годится. Абсолютно. И потом, женщины, ведь они как? По сути своей, они как командиры. И вы представляете, как она будет командовать? Я это говорю не только о своем внуке. Я вообще говорю. Так что, когда женщина старше, это нехороший вариант. Это очень редкий мужчина, молодой сможет вот так ее прибрать к рукам и быть в доме командиром, и, так сказать, управлять семьей. Это очень редко бывает. В основном он будет такой мальчик при мамочке. Ну, что-то типа такого альфонсика. Ну, так, да. В общем, мне такой альфонс не нравится. Совсем не нравится. Так же, как мне нравится и противоположный вариант, когда вот мужик старый-старый, а жена молодая-молодая, это тоже нехороший вариант. Это даже очень плохой вариант. Все должно быть, знаете, в пределах какой-то нормы, в пределах каких-то разумных вот этих возрастных границ. Я говорю, год, два, три – это ничего. Но не будет. Так что вам счастливой недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok